Сразу в нескольких областных советах СБУ по решению суда сегодня изымало документы в рамках дела открытого ГПУ. Напомню, глава службы безопасности и генпрокурор на днях заявили о раскрытии российской агентурной сети, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. Продолжит Инна Белецкая. Дверь в кабинет первого зампредседателя Ривненского облсовета Александра Корничука закрыта. За ней сотрудники СБУ и чиновники. Мне лично никто ничего не говорил, но за информацией работники СБУ выучают документы областной рады. А где самое проходит обширь? Примещение областной рады. По всем примещениям или конкретным? Канцелярия. Канцелярия. А какие самые документы? Все. Через два с половиной часа СБУшники выходят с пакетом документов. Теперь будут изучать, имеют ли эти бумаги отношения к действиям российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. А именно решение Ривненской областной рады 2016 года, где находятся отдельные депутатские заявления и лоббирование интересов, которые соперничают Конституции Украины. В частности, в один из направлений по дестабилизации входило штучное инициирование федерализации Украины, создание специальных экономических групп. Председатель облсовета объясняет, действия правоохранителей нельзя назвать обыском. Никакого обшуку ни в него, ни в меня, ни в любых кабинетах областной рады не проводилось. Восстанавливали отдельные документы, которые работники аппарата им дали. Это документы, которые касаются сессии 17 червя и 4 листопада? Ну, практически да. По информации наших источников, речь идет о проектах решений двух сессий облсовета – июньской и ноябрьской. Июнь бютовец Николай Кучерук внес на рассмотрение проекта обращения к президенту, премьеру, о необходимости заключать договоры о распределении полномочий между Кабмином, областными администрациями и советами. Тогда голосование отложили, и некоторые депутаты назвали проект сепаратистским. Позже, уже в ноябре, радикал Александр Васильев внес поправку к своему проекту об обращении к президенту, председателю Верховной Рады и премьеру, об урегулировании вопроса добычи и оборота янтаря. Речь шла опять же о четком распределении полномочий между Кабмином и местными советами. Поправку не поддержали. Николай Кучерук говорит, что никакого отношения к агентуре не имеет, и больше не пытался внести такое решение после того, как оно вызвало неоднозначную реакцию. Когда я увидел, что это вызывает неоднозначную реакцию, конечно, я снял это решение, и для того мне не нужно никаких там политических дивидендов. Поэтому я думаю, что не там шукают ворога наши спецслужбы. Александр Живасильев комментирует, что либо вообще отказался. Вообще не помню, где-то этой поправки, потому что не хочу комментировать ничего, потому что кто его знает. Я даже не знаю, что это за поправка. Сегодня обыски в рамках того же уголовного производства прошли еще как минимум в двух облсоветах. Житомирском и Ивано-Франковском. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривны.